Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, где я рассказываю, как стать дизайнером одежды. Главное, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые ролики, где я рассказываю самое главное и полезное для достижения этой профессии. Сегодня начинаем новую тему. Преференс. Древний мир. Где же дизайнеры черпают новые источники вдохновения? Давайте изучим эту тему. Поехали! Древний Египет. Женщины носили платье колозирис. Это своего рода сарафан-футляр. Это кусок материи, который обердывает тело, отщиколотых до груди, при этом сама грудь остается открытой. И поддерживается она одной или двумя бретелями. Такую одежду носили и царицы, и рабыни. У различий со слоем можно было судить только о качестве материала. Мужчины носили тазобедренные повязки различной длины. На талии они поддерживались мешками или лентами, спущенными концами вниз. Они роскошно декорировались и завязывались на талии, в центре на талии. Также в Египте зародилась пессировка в одежде. Цвет одежды был преимущественно белым. Было огромное количество аксессуаров различной тематики. Также аксессуары служили отличительной чертой для определенных социальных условий. Также в аксессуарах было очень много зашифровано различных рисунков, надписей каких-то, букв и так далее. Вообще, тема Египта является огромной кладезью вдохновения для дизайнеров одежды. Например, жрецы, и только им было позволить и наносить шкуру гепарда. Головные уборы, прически, а также обувь египтян служила более яркими отличиями в сословиях, чем одежда. С древнейших времен египтяне брели головы. Это было обусловлено жарким климатом, а отсутствие натуральных волос они заменяли париками. Например, высшие сановники приклеивали к ушам искусственные бороды. Это показывало их высокий статус. Самую длинную бороду мог иметь только фараон. Фараоны также имели не только длинную, но и самых необычных форм могли иметь бороду. Тоже искусственную приклеиваю. Древние египтяне отличались чисто плотностью и были весьма искусны в изготовлении косметики. А также они славились во всем античном мире своей способностью изготавливать различные мази, притирания, пудры и краски. Египтянки подводили брови и ресницы черной краской. Древняя Греция. Древние греки создали совершенный тип драпированного костюма. Древние греки очень долго ходили босыми, но постоянные походы, путешествия и торговля с дальними странами все-таки заставили их обуться. Их первые обуви были сандалии, привязанные к ноге ремешками. И в переводе с греческого сандалии так и переводится подошва, привязанная к ноге ремешками. Гречанки тщательно следили за своим внешним видом. Они пользовались косметикой, пудрой и белилами. Тело натирали порошком мела со свинцовыми белилами для того, чтобы придать ему белизну. Из порошка душистых цветов изготавливали пудру. За лицом и телом господ ухаживали специальные рабыни, их называли космет, что в переводе означало приведение в порядок. Отсюда возникло слово косметика. Древние греки вовсю применяли массаж и гигиенические ванны. Различные мази по уходу и масла, по уходу за телом и ногтями, средства для чистки зубов, окрашивания волос, а также ароматизации тела. Ювелирное искусство Древней Греции приблизилось к совершенствам. Женщины украшали себя изящными ожерельями из золота и серебра, из золотой сетки для волос, различными серьгами. Кстати, очень часто в серьге, в форме, падающие капли, кольца, перстни с драгоценными камнями, браслеты. Их одевали и на руки, и на ноги. Прически женщины украшали золотыми булавками. Но самым дорогим и нарядным украшением было ожерелье. Оно могло состоять из цепочки с нанизанными на нее жемчугом и драгоценными камнями. В Древней Греции украшения носили только женщины. Мужчинам запрещалось носить, это считалось неприличным. В Спарте даже был издан закон, запрещающий мужчинам носить украшения. Единственное, что себе позволяли греки, это перстни, золотые или серебряные, с резными камнями, которые использовались как печать. Но впоследствии носились просто как украшения и даже могли носить по несколько штук на одной руке. В Спарте носили только железный перст. Хитон. Мужская и женская одежда. Пеплос это женская одежда верхняя из легкой ткани. В складку, без рукавов. Надевается поверх туники, но длиннее хитона. И имеет множество складок. А также правая ее сторона не сшита. И кромка ткани, вот этой не сшитой, отделана каймой. Гематий. Это верхняя одежда. Это прямоугольный кусок шерстяной ткани, драпировавшийся вокруг фигуры человека различными способами. Одевают его на хитон. На левом плече пристегивают фибулой. И при этом правое плечо остается прикрыто, не закрыто. Также носили катурны. Это обувь на высокой платформе. Ее носили обычные актеры. Впоследствии Венеция возьмет себе эту идею обуви для того, чтобы спастись от излишних вод. Также, чем примечательна древняя Греция, конечно же, греческие венки. Также знаменитый греческий орнамент – меандр. Он представляет собой бордюр с прямыми непрерывистыми линиями, которые образуют между собой прямой угол. И большинство исследователей сходится на том, что название этого орнамента произошло от названия реки Меандр. Ныне эта река называется Большой Мендерес в Игейском регионе, Малой Азии, на юго-западе Турции. Эта река имеет очень извилистое русло. Если посмотреть на карту сверху, то видно будет примерно даже вот этот орнамент. Также имя этой реки впервые упоминалось в книге Гомера «Илиада». Также, что интересно, вот этот орнамент, он очень древний, и до сих пор мы видим его в архитектуре. Очень часто я, кстати, вижу его в интерьерах. И произошел он из Древней Греции. Древний Рим – это все то же самое, что Древняя Греция, но со сменой названий. Древний Рим все заимствует из Греции. Все римское искусство, так и как и одежда, находится под влиянием греческих традиций. Туника и тога – это основные составляющие древнеримского мужского костюма. Это верхняя одежда мужского пола. Это шерстяной кусок ткани, который имеет эллипсовидную форму и драпируется вокруг тела человека. А также лицам, не имевшим статуса граждан, не позволялось носить тогу. Туники имели несколько разновидностей, различающихся по длине и ширине изделия, а также различающихся по длине и ширине рукавов. Чем богаче и знатнее был хозяин туники, тем искуснее их украшали. Также украшения в виде полос, орнаментов или вышивок имели также и сословно-должностной характер. Хламида – это плащ. Это верхняя одежда мужчин. Это кусок шерстяной ткани, плотной, который был похож на подобие плаща или мантии. Женская одежда – это пинула, плащ с капюшоном. Туника – это нижняя одежда. Стол – это женский наряд. А также риммингом были уже известны купальники. Это тонкие полосы из ткани, которые завязывались на груди и на бедрах. Также римминги носили строфии. Это прообраз современного бюстгальтера. Это кожаные полоски, которые одевали под тунику. Их целью было поддержание груди снизу. Также изобрели римляне долматику. Это первая склеенная вещь со скроенным рукавом. Византия. 476 и 1453 года. Происходит смешение греческого, римского, ближневосточного и восточного стилей. Мужской костюм – это штаны, Т-образная туника с зауженным рукавом и плащ. Также приходит христианская религия. Теперь тело нужно закрывать. Голое тело считается искушением, соблазном дьявола. Зарождается новый идеал красоты, где прекрасным может быть только лицо. Ибо душа человеческая – это духовное начало, которое смотрит глазами и ими же определяет добро и зло. Новым веянием как ни что лучше подходил восточный костюм. Характерной чертой восточного мужского костюма было – это штаны, полностью закрывавшие ноги. Это были разъемные штаны, представляющие собой длинные чулки, которые привязывались к поясу. Сверху носили тунику с суживающимися к запястью рукавами. Качество ткани, длина плаща определяли социальное положение. В верхняя одежда сложил плащ из шерстяных и полшерстяных тканей, скрепленных впереди завязками. Богато отделывались благодородными металлами и драгоценными камнями оружие, седельный аппарат и попоны коней и мулов. Для знатных дам изготовлялись особые седла. Они украшались жемчугом и золотыми бляхами в виде зверей и птиц. Седло имело роскошный чехол, а с крупя коня или мула свисало шелковое покрывало. Одежда постолюдинов практически не претерпела никаких изменений на протяжении веков. Это короткий плащ, перекинутый через плечо. Это рубаха хитон из грубого волокна или шерсти, заправлена в такие же штаны. И застегнутый ремешком крест на крест сапоги. Также популярна становится византийская мозаика. Как еще можно охарактеризовать византийский стиль? Это обязательно многослойность, это чрезмерность элементов, это огромное количество орнаментов, украшений. Это обязательно религиозная тема. Также это буйство цветов. Это обязательно дорого, богато. И Алексей Михайлович и Евдокия Федоровна Романовы полностью взяли себе византийский стиль одежды. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, видео было интересным и полезным. Тогда не забудьте поставить лайк. И обязательно подпишитесь, если вы еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые ролики. А мы с вами увидимся через неделю. Всем пока-пока!